Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Мы с вами продолжаем раздел «Культурное наследие». Тема урока «Звучи добра». Цель урока – ты будешь определять жанр текста, значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту. Научишься согласовывать слова в предложениях, правильно писать трудные слова. Упражнение номер один. Послушай. Определи жанр произведения. Играй свой, кьюи добра играй, напев чудесный разливай, журчи, как горные ручьи, на сердце радость напевай, чтоб весь туман в горах исчез, чтоб тучи все сошли с небес, чтоб все заслушалось тебя, твои напевы полюбя. Еще сильнее добра играй, тре колышка да две струны, до девять узелкой добра, до десять пальцев, что волны любые вызывать ветра. Скачите пальцы, словно конь, в прекраснейшей из всех погонь играй еще сильнее добра. Илья Сажан Сугурова. Запомните слова и запишите в тетрадях «Сердце исчез добра». Жанр стихотворения. Теперь, ребята, отвечаю на вопросы. Кому обращается Илья Жан Сугуров? Автор обращается к дамбре. О чем автор просит дамбру? Автор просит играть свой кьюи. Выпиши эти глаголы, на какой вопрос они отвечают. Играй. Что делай? Играй. Что делай? Разливай. Что делай? Напивай. Что сделали? Сошли. Что сделала? Заслушалась. Что делаете? Скачите. Упражнение номер два. Запиши. Поставь ударение. Три колышка. Ударение падает на букву О. Две струны. Ударение падает на букву И. Девять узелков. Ударение падает на букву О. Десять пальцев. Ударение падает на А. Вспомни слова, которые отвечают на вопросы. Что делать? Что делает? Что делал? Что будет делать? Что сделать? Что сделал? Что сделает? И обозначать действие предметов называется глаголами. Упражнение номер три. Запиши предложение. В Казахстане в первое воскресенье июля отмечают национальный день Домбры. Подумай, почему был утвержден такой национальный праздник? С 13 июля 2018 года обнародован указ президента Казахстана Насултана Назабаева об учреждении национального дня Домбры. Домбра – это душа казаха. Кстати, кюй на первой мелодии Домбры может понять только казах. Родившийся казахом в степи с запахом полыни в носу. Потому что это особая музыка. Она выражает душевное состояние. Или грусть, или радость, или философию. Если начинаешь перебирать, все забывается. Воспоминания какие-то. Мне это и нравится. Наши народные песни казахские очень душевные, с философским содержанием. Продолжение номер 4. Найди и подумай. Найди в интернет-ресурсах информацию о том, как отмечали национальный день Домбры. Национальный день Домбры отмечается в Казахстане третий год подряд. В первое воскресенье июля, по сложившейся традиции, Домбра получила признание во всем мире и стала народным достоянием. Это заслуженная оценка нашего инструмента в мире. Очень важно продолжать популяризировать среди молодого поколения знания о наших традициях о Домбре. Упражнение номер 5. Вспомни уроки музыки. Ставь в словосочетание, чтобы получились предложения. Упражнение номер 6. Работа в парах. Составьте диалог Нурбола и Гульнор. Необходимы слова и словосочетания. Музыкальная школа, Домбра, выступления, ходить, учиться, играть. Здравствуй, Гульнар. Здравствуй, Нурбол. Гульнар, я буду ходить в музыкальную школу, учиться на Домбре. Давай вместе ходить. Хорошо, я тоже хочу научиться играть на Домбре и выступать на сцене. Упражнение номер 7. Отметь правильный ответ. Домбра. Твоя Домбра. Напев. Чей напев? Музыка. Наша музыка. Конь. Ваш конь. Народ. Мой народ. Искусство. Чье искусство? Урок окончен. До свидания, ребята. До следующего урока.